Тверское объединение строителей готовится отметить профессиональный праздник. В этом году он выпадает на 14 августа. Накануне во Дворце культуры «Металлист» прошло торжественное собрание, на котором вручались не только дипломы и памятные подарки, но и выступила легендарная советская группа. Ассоциация Тверских строителей объединяет 437 фирм и компаний. Членство в этой организации даёт немало преимуществ. Мы выдаём займы своим участникам, организуем совещания по разбору каких-то проблемных вопросов по выполнению государственных контрактов, помогаем в каких-то судебных разбирательствах своим членам. Тверские строители возводят школы, детские сады, путепроводы, дороги, транспортные развязки. В географию выполняемых работ помимо Верхней Волжи входит 24 субъекта от Московской области до Сахалина. Они успешно решают все поставленные задачи, даже в условиях западных санкций. Мы многое можем делать сами, и зря мы уповаем на запад. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что санкции помогут нашему строительному комплексу больше, значит, создавать своими усилиями. Свою лепту в развитие Тверского строительного комплекса вносит и наш знаменитый технический университет. Там всегда был большой поток желающих освоить эту профессию. Наш факультет принял новое пополнение, это порядка статей миссии «Человек на очную форму обучения». И мы уже с этого года начнем работать по новым программам. Многочисленные достижения тверских строителей уже увековечены в уникальном издании «Золотая книга созидателей». Совсем скоро выйдет в свет ее продолжение. Главными героями станут прорабы. Прорабы – это главный организатор настройки, а ему в этих наших всех очерках и книгах очень мало вделено внимания. Большей части пишут о руководителях, а о линейных работниках нет. И сегодня уже в издательстве находится эта книга, которую мы одобрили, называется «Тверские прорабы на линии». В то время как в ДК шло торжественное собрание, в фойе работали стенды 16 строительных фирм, а на улице стояли образцы спецтехники. Вполне возможно, что кто-то из проходивших мимо тверичан, осмотрев эти машины, решит тоже приобщиться к этой прекрасной профессии.